Привет! О май гад! Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Сегодня последнее воскресенье в 10 классе, официальное. У нас учеба заканчивается, получается, 23 числа, последний учебный день, 24 последний звонок. Вот, а потом, как бы, у нас типа долги, и мы проходим материал, который не успели пройти. Напишите в комментариях, когда у вас последний учебный день и какой класс вы закончили. Я 10, у меня следующий год будет последний. Трэш, я в шоке. Так, это значит влог. Последнее воскресенье мое. Окей, волосы я уж помыла, посушила. Ну, по-моему, красивенько, как вы считаете. Какие у меня планы сегодня на день? У меня есть примерный списочек, примерный план. Сегодня, значит, у меня утром в 10.30 было общество знания, хоть я сдала переводной экзамен на 5, но уроки у меня продолжаются, так как в следующем году я сдаю ЕГЭ, и как бы лучше на лето не делать прям паузу огромную. Взять какой-нибудь перерыв, там, допустим, недельки-две, ну или месяц даже, да, и все. Как бы на все равно 2 месяца заниматься. Это, во-первых, математика у меня сегодня еще должна была быть, но я ее тоже отменила. Перенесла на вторник, так как во вторник нам дадут примерный переводной экзамен по математике, который мы будем писать в среду. И чтобы у меня уже на руках был примерный вариант, я его разберу с репетитором. Взяла аж 2 часа. Вот, мы все разберем, и я спокойненько напишу хотя бы на 3, потому что 3 уже сдал. Формулы у меня будут только из тригонометрии. Производные прошли вот только сейчас, производные, ну какие-то я напишу. Геометрия, блин, я надеюсь, что мне попадется задача найти периметр квадрата, стороны 2х2, и все, как бы, я буду счастлива. Но такой задачи, разумеется, не попадется. Базу я бы уже сейчас дала, но нам дадут не базу, а просто как бы контрольная работа по всему материалу, который мы пришли за год. Но это как бы больше к профилю идет. Итак, сначала вместе с вами выберем, в чем мне сегодня, как бы, ходить, что мне надеть. Вот такие взяла, погнали. Вот так вот, опа! Я сегодня собираюсь выбирать платье на последний звонок, не мой. В основном мы такие праздники отмечаем всей школой, поэтому, как бы, присутствие обязательно, при том, что я там где-то участвую. Вот, и мне, как бы, нужно платье. Платье, которое у меня есть, я их не хочу надевать, я люблю что-то новое всегда надевать. Вот, как бы, да. И я вам честно скажу, я уже искала платье, ничего не нашла подходящего. Это проблема, потому что я обошла те магазины, в которых я была уверена, что я что-то найду, но я ничего не нашла. Или слишком открыто, или слишком нарядно, полнит, еще что-то. Короче, мне ничего не зашло. В конце этого видео вы уже по-любому будете знать, что я куплю или не куплю. Но все-таки я надеюсь, что куплю. А еще, кстати, мне нужно зайти в Зая, а купить умывалочку, потому что моя умывалочка, видите, уже. И мицеллярочка, это последняя мицеллярка, которая у меня осталась, она маленькая, как бы, у меня этого не хватит. Поэтому нужно купить мицеллярку и умывалку. Пока что все. Так, выбираем, что надеть. Нужно надеть что-нибудь удобное, чтобы мне было, как бы, удобно переодеваться много раз. То есть, без всяких вот этих пуговок, вот это не бесит меня. Что надеть? У нас жарко, нужно надеть не кофту, точно. Друзья, всем привет! Как слышно? Сейчас я записываю для вас звук с микрофона Lark M2 от компании Holy Land. Говорят, что это лучший петличный микрофон для контент-мейкеров. Вы только послушайте разницу. Это мой голос с микрофоном, а это без. Во-первых, микрофоны беспроводные и находятся вот в таком стильном кейсе. Сам микрофон очень маленький, он весит всего 9 грамм. Микрофон очень легко закрепить с помощью магнита. И вы можете сделать это как на одежду, так и на холодильник, чтобы подслушать разговоры на кухне. Также помимо кейса и двух микрофонов, в наборе есть два поп-фильтра против ветра. Стикеры для кастомизации и также заготовки, чтобы создать свою собственную наклейку. Я выбираю вот такой стикер, отклеиваем, берем микрофончик и аккуратно это все сюда приклеиваем. Вот такой веселенький микрофончик получился. Прикольно. Микрофон записывает в отличном хай-фай звучании. В качестве 48 килогерц. Поэтому в него можно даже и петь. А заряда батареи хватает на 10 часов работы. Сейчас я стою в шумной ванной. Как вы видите, вода включена. И здесь достаточно шумно. Но если я нажму волшебную кнопку шумоподавления, то шум волшебным образом пропадает. И вы слышите чистый звук без различных помех. Переходите по ссылке в описании и заказывайте лучший микрофон для контент-мейкеров. Так, ну что, ребята, я оделась, посмотрите. Поеду я, значит, вот так вот. Йоу! Эти джинсы я последний раз надевала летом прошлого года. На свой день рождения точно в Астрахань надевала. И вот опять пришло их время. Йоу! Так, сейчас мы едем в манник-шоп искать платье. Потом поедем ближе к галереи. Потом от галереи будем просто ходить по всяким бутикам искать тоже платье. Все, поехали. Ну что, мы в магазине. Я уже примерила одно платье. Это был размер XS. Мне нужен S. Типа, ну здесь вроде нормально, потому что оно, ну, свободное здесь достаточно. А тут прям туго идет. Размер S нет. Очень обидно. Следующее платье, которое я примерила вот такое, это не на мероприятие. Типа, просто такое больше летнее. Но оно прям прикольное. Оно такое прям легкое. Оцениваем. Че, идем дальше примерять? Ну, чуть-чуть светит, но как бы, ну, не важно. Идем дальше. Следующее платье, это XS. Оно, мне кажется, что большое. Прям вообще, типа, если вот тут смотреть, то как бы... Все прям свободно. Поэтому, скорее всего, это точно отлетает. Сейчас будем дальше примерять. Вот так. Маме нравится, мне не очень. Вот это я не стала примерять. Я примерила черное, вроде норм. Но так тоже странно. Далее, вот это платье примерила черное. Оно у меня большое было и S, и XS. Белое даже примерять не стала. Далее, вот это платье, оно у меня маленькое. Вот тут. Это платье. Это вообще юбка. Поэтому это... О, я вот это не примерила. Не, слушайте, прикол вообще. Не зря примерили. Мы берем именно боди, топ не будем брать. Но боди прям, ну, блин. Ну, тема. Короче, мы приехали в галерею. Здесь мы покушали, чуть посидели, отдохнули. Дальше мы будем просто ходить, смотреть все подряд. Потому что скоро день рождения. Нужно выбросить на день рождения. На лето. Короче, будем просто ходить, присматривать. Мне еще нужно здесь купить очки обычные, не солнцезащитные. Я зашла в его, но здесь нашла вот такое платье. Как будто накидушечки сверху, прям, ну, не хватает. Ну, а так? Ну, вроде красиво. Оно еще такое приятное. Блин. Ну, у меня еще два платья. Сейчас будем примерять. Пока. Все, делаем сразу нормально. Так. В общем, примерила еще одно платье. Вот тут у меня все открывается. Прям, ну, типа, ну, типа, все открывается. И тут вот так вот оно открывается. Ну, короче, это нам не подходит. Ну, блин. Прям свободное очень. В общем, я беру вот это бархатное платье. Сейчас я примерю еще раз XS. В общем, я купила джинсы на день рождения. Я вам их не показала. Я уже примерила их с боди, который купила сегодня. Мне безумно понравился образ. Джинсы прям по мне, но они длинные. Прям конкретно и широкие. То есть я иду, я прям наступаю на них. Ну, это как бы ювона, да, все понятно, как бы, ну, мода такая. Сейчас мы идем в золотое яблоко. Нужно купить умывалку и мицеллярку. И нужно купить еще очки. Прозрачные, обычные. По-моему, это был личи. Кстати, время сейчас 5.45. Вот так вот. Мы долго кушали, долго ходили по центру, долго примеряли все дела, все платья. Я специально выделила воскресенье на вот такой шопинг. Вот, в принципе, завтра я тоже буду в центре. У меня здесь будет вокал. И тоже будем шопаться. Нормально. Так, я зашла в личи. Первые очки вот такие. Ну, типа, блин, они достаточно популярны сейчас. Вот именно такой формы, как будто училка. Мне на мероприятие нужны очки. Классические, обычные, прозрачные. И, в принципе, типа, тик-токи можно в них поснимать. Образы какие-то, ну, типа, прикольные. Так, стоит они 2 тысячи. Идем дальше. Давай я еще покажу очки, которые мне формы не нравятся. Вот они здесь. Такие круглые. Ну, типа, вообще не очень, по-моему. Например. Мне, короче, такое не нравится. Трэш. Нет, это нам не подходит. Обратно. Вот такие кругленькие. Вот эти мне тоже не нравятся. Ну, вы что? Круглыми не идут. Ужас. Вот это да. Круглые очки. Спасибо. Не надо. Вот. Опа. Ну, вот эти как-то похуже даже смотрятся. Ну, блин, ну, это что-то странное вообще. Реально училка. Такую мы даже примерять не будем. Я решила еще походить, подумать. Завтра, если захочу, приеду за ними. А пока идем за Я. Реально, с буковкой М у меня была. Вот такая. А чем? А, я поняла. Это и фоклара. Это липикап. Короче, липикар. А нам вот это надо. Все, мы берем тогда эту умывалку. Это что-то другое. Ну, тут нет насадки поудобнее, которая, типа, открывается и нажимаешь. Есть такая. Ну, такая тоже нормальная. Я купила то, что мне нужно. Это мицеллярка и умывалка. И, в принципе, все. Сейчас я еще похожу, посмотрю, что мне еще может пригодиться. Вот это для тела у меня такая есть. Автозагар. А вот это для лица. Ты, короче, добавляешь в крем для лица обычный. Капельку размешиваешь, наносишь, за ночь у тебя проявляется такой легкий загар. А это SPF-ка. Смотри, какая. О, корзина. Чиназос. Я уже устала от Астаса. Я пришла домой. Я такая уставшая. Короче, у меня есть план полежать сегодня в ванной или просто полежать. Впереди еще целых 4 школьных дня. Ну, пятый это последний звонок. Не наш, как бы. Поэтому 4 дня официальных. Кто ждет школьную неделю, последнюю в 10 классе. Больше школьной недели в 10 классе не будет никогда. Поэтому набираем лайки на это видео. Пишем в комментариях, что хочу последнюю неделю в 10 классе. Я обязательно сниму такое видео. Это начнется уже завтра. Так, чему я рада больше всего? Это джинсы. В общем, история про джинсы. У меня есть джинсы вот такие. С дыркой на колене, да? На коленке. Есть джинсы с дыркой отсюда и до конца. Вот так вот. Такая вот дырочка мини. Вот. И джинсы еще вот такие. Я давно поняла, что как бы мне они прям нужны. Я бы уже столько образов составила с ними. Но у меня их просто нет. И я не могу найти те, которые мне нравятся. Сегодня я резко, внепланово, так скажем, нашла джинсы. Боже мой, я так счастлива. Вообще, поэтому я рада им больше всего. А к тому же я хотела широкие джинсы. Их не так легко найти. То есть, не везде они есть. Вот. И я их нашла. Мне, блин, они прям так нравятся. Мне нравится, что они тут немного выцветшие. Такие посветлее. Ну, короче, вообще одни плюсы в них. Они сидят, висят у тебя на жопе. Просто они очень длинные. Вот это единственный минус, что их нужно будет подрезать. А еще, кстати, вы, наверное, не знали, но у меня есть такая фишка, что меня безумно раздражает вот эти штуки. То есть, покупаю джинсы, сразу беру, сижу и снимаю ее. То есть, чтобы ее вообще не было. Я их обязательно сегодня примерю. Но с боди. У меня такого не было. Кружевное боди, полупрозрачный. Потом я нашла джинсы и поняла, что это офигенный образ на день рождения. Ну, потому что, как бы, в платье не особо хочется. В платье на фотосессию. А вот на день рождения сам, как бы, вот так. Почему нет? Слушайте. Прям, как бы, вообще круто. Вот такой образ будет. Следующая моя покупочка. Давайте сразу маникшоп откроем. Это платье. Я его купила, потому что оно очень классное. Короче, ну, прикольно. На завязочках здесь рукава немного широкие. Так, здесь еще подарок золотого яблока. Давайте сразу откроем. Ой, блин, это тема. Это молочко для тела. Миниатюрка. Классно. Здесь апельсин, жасмин и сандал. Вот так вот. Такая вот омывалочка. Далее мицеллярочка. Моя маленькая заканчивается. И еще мы купили зубную пасту. И последнее. Это платье. У меня есть кружевные колготки. Блин, мне пришла дурацкая идея, по-моему. А если сверху этого боди надеть это платье? И кружевные колготки. Типа у меня как будто комбинезон кружевной под низом. И платье бархатное сверху. Ребят, как что? Эти лямки эти нужно отрезать или нет? Типа вообще без лямок, в принципе, тоже нормально будет. Но мне кажется, с ними лучше. Сначала надену образ на день рождения. До дня рождения месяц. Я уже выбрала себе образ на день рождения. Вот это да. Все, погнали, переливаемся. Так, ну что, ребят, как вам мой образ? Ну, блин, мне прям нравится. Классные широкие штаны. Такая буду. Как-нибудь вот так вот завернуть. Чтобы хотя бы не запнуться. То есть они не прям до пола будут, а где-то вот так. Короче, как вам образ, ребят? Оцениваем в комментариях от 0 до 10. Ну, вообще, за счет. Только нужно придумать сумочку. Ну, сумочка это пофиг вообще, с любой пойду. И обувь. Я показала папе, он сказал, что это джинсы на троих. Ну, реально, смотрите, вот у меня нога. Вот. Ну, по факту как. Красиво. Теперь надеваем платье. Давайте, которое летнее сначала. Так. Оно прикольно, оно легкое. Такие рукава тут свободные. Вот так вот. Чисто на лето, вы знаете. Вечерочком прогуляться, если тепло. Ну, короче, мне оно нравится такое. Чисто. Мне сказали покрутиться, ребят. Мы покрутимся вот так вот. Круто. Я пойду вот с этой сумкой. Я буду на пляж ходить с этой сумкой. Вот так вот. Красиво. А прикиньте, если я пойду в этом образе и с этой сумкой. Блин. Офигеть. Вот это да. Я в шоке. Ну, короче, все. Теперь надеваем последнее платье. Ну, а это платье на мероприятие. Значит, выглядит это вот так. Ну, красиво. Ну, что сказать. Красиво. Я буду заканчивать блог. Я хочу уже поэкспериментировать тут, посочетать со своими вещами. Еще нужно подготовиться к школе, потому что завтра в школу. Завтра мы сдаем учебники. Я завтра иду вот с такими сумками. А я их еще не собрала. Я надеюсь, что у меня все учебники дома. Ну, что, ребят, на этом мы будем прощаться. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока-пока.